Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Очень умные те люди, которые сбежали из так называемой России и самое главное, вывезли оттуда своих детей. Это умнейшие люди, которые... Ну, часть из них, как говорится, это делала под разными другими соусами, не потому что у них мозги, а просто потому что все бегут, и я бегу. Но, тем не менее, это было, пожалуй, самое умное деяние, которое они сделали в своей жизни. И они увезли детей из ошизевшей фашистской страны. Просто ошизевшей. И я вам сейчас объясню, в чем дело. Смотрите, они сейчас принимают законы, которые просто делают фаршмак, пушечное, тупое пушечное мясо, из молодежи, из вашей же российской молодежи. Потому что они их погонят к нам убивать нас, ну, а вооружены мы намного лучше. Ну вот, делайте выводы сами. Так вот, но вас больше, потому что у вас очень много фаршмака. Так вот, сразу на России принимается несколько законов, очень любопытных, в отношении могилизации и в отношении студентов. Чтобы вы понимали. Да-да-да, студентов очных отделений. Сейчас дойдем. Сначала по могилизации. Значит, первое, это закон о массовых захоронениях. Теперь вполне себе законно хоронить массовыми захоронениями тех же участников фашистского нападения на Украину в пять слоев. Вот так вот. Один на один ложат. Присыпают чем-то, дустом или чем они их там присыпают? Хлоркой, наверное. И сверху земелькой закатали. Трактором сверху поездили, чтобы и ничего не должно быть видно, где это есть. То есть, закидали чем-нибудь. Сверху какой-то памятный знак, а может просто там табличка будет железная с номерами там этих вот безвременно усопших. На этом все. Вот такое вот захоронение. То есть, они в одном захоронении сейчас могут идти, если раньше каждому нужна была могилка. Это, понимаете, на кладбище занимает место. Они пытались решить вопрос с мобильными крематориями. Но мобильный крематорий не продуктивен. И они попытались, они в Херсоне, помните, прекрасно, жгли, да, очень много своих сожгли. Они сейчас в Мелитополе жгут своих, там просто в Донецке жгут своих, аж, ай, шумит. Эти крематории не справляются, да. А им нужно закатывать своих погибших таким образом, чтобы, а, они исчезли вообще с концами. То есть, не платить этим мамкам, женкам вообще ничего при этом. Ну, сбежал твой Ванька, сбежал где-то, иди докажи, что он у тебя в атаке погиб. Не, ну, у тебя сбежал, у тебя дезертир, значит, тебе вообще ничего не положено. Скажи спасибо, что не посадили. Ну, то все, и сидит эта мамка, женка там где-то дома, дали ей кило пельменей из-за этого Ваську, и все, и молчи. Жли пельмени, короче говоря. Вот таким вот образом. А Ваньку в этот момент, значит, похоронят на каком-то слое вот этой могилки, где там будет лежать полторы тысячи, уже лежит полторы тысячи вот таких же других Ванек придурковатых. И закатались, закопали, и ни следа, ничего нет. Это теперь законно у них. Да, вот такие вот штуки. Теперь, когда, почему я говорил, что люди очень умные сбежали. Смотрите, теперь же еще и не отвертишься от этой могилизации. Да, они сейчас вводят, они вводят сейчас ответственность за то, что человек отказывается заключать контракт с Министерством убийства Фашистской Федерации от 5 до 10 лет. Я вас уверяю, этот закон они примут очень быстро. Сейчас он в стадии еще законопроекта, я думаю, там, а может уже и приняли, мне, я же, не особо там интересует, что у них там по суткам, сутки-сутки происходит. Может уже и приняли. От 5 до 10 лет за то, что ты, гад такой, отказываешься от того, чтобы подписать контракт и идти и сдохнуть, и быть вот там вот почетно похороненным в этой пятислойной могиле. И, собственно говоря, над тобой, как говорится, трактор покатался, покатался, а здесь ничего нет, ничего, все хорошо. Вот так вот, 5-10 лет, это первый момент. Второй там момент будет то же самое. Если ты отказываешься от, уже будучи загробастанным на войну, и ты отказываешься от условий контракта, тоже от 5 до 10 лет. Вот так вот. То есть, если тебя пригнают, ну, например, да, вот как всех этих ослов из Омска, из Новосибирска рассказывают, не, вы штурмовиками не будете, в атаку выходить не будете, вы будете охотять особо важные объекты. Ну, и эти вот ослы с вот этими розовыми ушами думают, ну, блин, особо важные объекты. И, наверное, Путина поставят охранять, охренеть. И, вот, каждый из них, я представляю, таким Рэмбо, да, он ходит и такого Путина охраняет, и просто, ну, офигеть можно, какой он крутой. Потом его пригоняет в Луганскую область, в бэушной такой одежде, да, чмошная абсолютно, выглядит с сапогами на 14 размеров больше, чем ему надо. И шапка такая, малаха еще на бок, да. Да, дают ему старый ржавый автомат, 7 патронов, иди, говорит, атакуй, так я же охранник. Чего ты охранник собственной могилы? Вперед! Вот, и они же начинают жаловаться. Ну, вот, за то, что вы жалуетесь от 5 до 10 лет. Вы лохи, вы лохи, вы же были вне политики всегда. Ну, вот, теперь, значит, да, могилизируйтесь. И это еще не все, подождите. Еще же есть очень интересные моменты. Значит, теперь, поскольку не хватает пушечного мяса, ну, вот, где пушечного мяса? Раньше, знаете, у них были большие заводы. И очень легко было могилизировать. Зашли в цех, хоп, схватили всех и увели, как говорится, да. Теперь заводы у них почти все там обанкротились. А те, что остались, оттуда нельзя забирать персонал, потому что они даже танки не смогут ремонтировать. Вообще ничего не смогут, соответственно, эти заводы нельзя трогать. Ну, и что им остается делать? Ну, вот, где есть концентрация? И вот тут я сейчас подвожу, подвожу к тому, что очень умно вывезли детей. Есть концентрация людей в наибольшем количестве на России. Правильно. Вузы, вузы, вузы. Это срочное, обучение, это очное. Из очников делать срочников. Вот что, вот что теперь будет. Значит, теперь будет выглядеть все это дело. Это уже закон, так что не волнуйтесь, все будет у вас, возьмут их всех. Теперь все довольно просто. Вот сидит там 150 человек, да, в аудитории, да, как обычно в 101, как обычно это бывает в больших вузах. Все знают, что такое 101 аудитория. Сидит там человек 100-150. Заходит военком. А теперь военком при каждом вузе у них. Свой военкоматик такой, да. Все на учетике, все тыры-пыры. И искать никого не надо. Да, студенты ж не прогуливают лекции. Нельзя. Ну, стараются не прогуливать, по крайней мере. Зашли, закрыли двери, мальчиков забрали, увели. Больше этих мальчиков никто никогда не увидит, потому что их всех могилизировали. А могилки в пять слоев уже подготовлены для этих мальчиков. Все нормально, все хорошо. Вот как теперь будет. Поэтому, конечно, кто поумнее, тот своих детей из так называемой России вывез. Кто по дурнее, или у кого нет возможности, а он их оставил там. Одновременно обрекая, как говорится, на войну где-то там в Донецкой области Украины или в Крыму. Сейчас будешь боевые действия уже в Крыму. И, собственно говоря, на вот это почетное захоронение в пятислойной могиле. А то, что их отловят в универе, можете даже не сомневаться. Это без вариантов. Потому что, шпоп, двери закрылись, всех забрали и увели. И никакие отсрочки. Ничего этого больше не будет. Вы же все вне политики. Вы же все против Майдана. Майданутые. Вот мы майданутые, у нас по-другому. А вы не майданутые. А раз вы не майданутые, то это значит два вывода. А. Рабы. Б. Пушечное мясо путинское. С чем я вас и поздравляю. Слава Украине.